Все дети талантливые, только нужно дать им возможность проявить себя. Такую позицию заняло руководство республики. Как помогает подрастающему поколению раскрывать свои способности, сегодня говорили на заседании Координационного совета при главе Чувашия. О том, кому надо помогать, а кто пробьются сами, россияне знают из известного четверостишья Льва Озерва. С тем, что таланты действительно нужно поддерживать, согласно и государства. Мы начинаем поддержку талантливых детей с дошкольного уровня. Сейчас на каждого дошкольника введено нормативно-подушевое финансирование со множественными коэффициентами для разной категории детей. В среднем это составляет более 40 тысяч рублей на одного воспитанника в год. Впрочем, в таком возрасте таланты нужно скорее не искать, а растить. Вот и в государственном образовательном стандарте сказано, надо создать условия для развития способностей каждого ребенка. Чувашия с этим справляется вполне успешно, отметил исполняющий обязанности министра. Дошкольным образованием охватили практически всех детей от трех лет. В 36% детских садов воспитанники дополнительно занимаются в кружках. Растить будущих выдающихся деятелей науки и искусства продолжают и в школе. Здесь дела обстоят, судя по всему, тоже неплохо. Недаром 12 школ Чувашии вошли в рейтинг 500 лучших школ страны. Не оставляют таланты без присмотра и после школы лучших выпускников, которые поступают в Чувашские вузы, поощряют. На будущее музыканты и художники после общеобразовательных спешат в школы искусств. В 2013-м из таковых выпустились более 1600 человек. Результат неплохой, однако проблемы здесь есть. Слабо ведется работа по организации взаимодействия с родителями, в вопросах поддержки и сопровождения одаренных детей. И, конечно же, основная проблема – это недостаточно материально-техническая база. Эта проблема в скором времени должна решиться. В республиканском бюджете средства уже заложены, а такого не было 20 лет, отметила Альбина Алексеева. Если талантливых детей должно быть как можно больше, то так называемых социальных сирот как можно меньше. Этому посвятили второй вопрос повестки дня. Выявляются семьи, которые находятся в социальном неблагополучном состоянии. И в прошлом году было обследовано более 140 тысяч семей. В целом, за отчетный год в 2013-м году на учет было поставлено, в целом на учете состоит 1585 семей. Эксперты считают, для ребенка нет ничего лучше семьи кровной, поэтому изъятие семьи – шаг крайний. Однако из этого правила есть исключения. Печальный пример – дети из неблагополучной семьи Канажского района, которые погибли в пожаре. Для детей, которые остались без попечения родителей, государство делает немало. Но к этой работе должны активно подключаться и граждане. Детей-сирот вообще не должно быть в нашем обществе, подытожил глава республики. Ольга Пырочкина, Сергей Рябчиков, Республика.